Приветствую вас! Очень короткое видео политическое. Помните, когда обсуждали про Великого Гитмана, там один мне написал интересный комментарий, но я всегда говорю, там будет вторая Турция или что-то там, не будет второй Польши, а он говорит Албания. Я специально посмотрел Албанию, знаете, все-таки про Албанию, но первых, действительно, Албания это центр контрабанды, причем самое интересное, что они заявку Евросоюз подали. Ну, Евросоюз, конечно, смехается, будем рассматривать. А, Албания имеет соглашение про ассоциацию, как Украина, с Евросоюзом, так что все то же самое. Что касается политики, гениально. У них фактически две основные партии. Социалистическая, это бывшая типа партия труда Албании, которая еще там коммунистическая была, и демократическая. Самое смешное, что вот эта социалистическая, типа она социалистическая, но европейская социалистическая партия. Демократическая, демократическая. Но и та, и другая выступает за вступление в Евросоюз, и та, и другая поддерживает евроинтеграцию, и та, и другая занимается контрабандой. И время от времени, ну, грубо говоря, они такую забавную комедию играют. Я так думаю, что наши ребята тоже сам могут придумать. Но смотрите, 97-й год, соответственно, социалистическая партия победила. Все замечательно, все хорошо, на выборах, я имею в виду, там больше всего сформировала, закончилась большущим скандалом. Потом в 2001-м. Значит, социалистическая партия победила, но тут уже было, создали кучу мелких партий, и по этой причине там туда-сюда шарахались, спутались. Потом решили, в 2005-м, вообще гениально, демократическая партия победила. Социалистическая партия проиграла. Но, что они делают? Есть основные две партии, социалистическая, демократическая. А потом куча. Республиканская партия Албании, социалистическая партия Албании, социалисты движения за интеграцию, новодемократическая. Ну, дальше читать не буду. Вот эти партии проводят парламент. Один, одного человека, два человека, три человека, или вообще никого. А дальше действительно идет вот такая чехарда. Вот в 2013-м году были последние выборы в их парламенте. Те точно не знают. А, парламент, парламент так и называется. Значит, что получилось? Теперь социалисты выиграли. Причем они сформировали коалицию, союз, слушайте внимательно, это социалисты, социалисты, союз за Европейскую Албанию. Значит, социалистическая партия Албании, социалистическое движение за интеграцию, партия Единства в защиту прав человека. Один человек. Ну, прошел парламент. Христианская демократическая партия Албании, это в мусульманской стране, тоже один человек. Но, демократическая партия сейчас в оппозиции у нас сформировала оппозиционный блок, который называла Альянс за занятость процветания интеграции. Ну, обалдеть. Эти интеграции. Но в их, так сказать, коалицию вошли республиканская партия Албании, партия за справедливой интеграцией Единства и там еще какие-то партии. Ну, короче, вот такая комедия. То есть они время от времени меняются, ругаются, друг друга обвиняют в коррупции, обвиняют в контрабанде. Причем там лидеры фактически, ну, как бы сказать, они почти несменяемы. То есть очень долго и те, и другие занимают. Я думаю, что в Украине, скорее всего, так будет. Будут две такие основные партии, будут чередовать. И будет эта мелочь под ногами, типа для антуража, для антуража. Но, обращаю внимание, и социалисты, и демократы за евроинтеграцию. Вот такое видео. Не, молодцы, молодцы. Ну, действительно, спасибо за подсказку. Я думаю, действительно, Украина, вторая Албания. С точки зрения политической модели. Гениально.